Новую книгу о судьбе Голос по радио, потому что уходишь в школу Тут Григорий Степанович говорит о новостях, говорит погоду И для меня Григорий Степанович очень связан с детством Книга была написана очень быстро, говорит ее автор Светлана Федотова В течение месяца они просто разговаривали о жизни и работе Григорий Степанович говорит очень правильно и чисто И не требуется редакторская правка, признается автор издания Это признак большого профессионализма и работы над собой Говорят, что барабанщиков старался каждую запись своей программы сделать без дублей А в прямом эфире ему просто не было равных Очень часто он работал без бумажки То есть вот он садился и текст уже у него в голове И он начинал работать Более того, когда ему приносили текст, он иногда его даже не читал То есть он его брал и сразу на камеру говорил Представьте, как это сложно, при том, что все так дошло в прямом эфире И он даже говорил, я даже не представляю, откуда мне это То есть некоторые очень боятся камеры, упираются, что-то заикаются А я беру и сразу как бы все это получается у меня Своего издания «Судьба барабанщикова» ждала 4 года Книжка чуть больше 100 страниц и описывает жизнь Григория Барабанщикова Его мир, его время, его труд Меня удивила вообще его жизнь Потому что на самом деле, по идее, он мог бы не состояться совсем То есть с одной стороны удача, с другой стороны Это закономерно, что он попал на свое место, вошел в свою реку Меня удивило, что у него образование всего 6 классов То есть у человека нет даже, не просто высшего У него даже среднего образования нет При этом он интеллигентнейший, умнейший, тактичнейший человек К сожалению, Григорий Степанович сам не смог прийти на презентацию книги Потому что приболел В декабре ему исполнится 81 год А книга «Судьба барабанщикова» заканчивается очень простыми словами Я человек верующий в то, что рано или поздно жизнь пойдет так, как ей положено Надо верить, ждать, быть готовым к лучшим переменам Не размениваться на мелочи И, как это ни трудно, оставаться самим собой